Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы можете спросить, а что это за здание на склоне горы и с территории, выглядящей как нечто заброшенное? Это маяк. Вот то место, откуда можно до него реально дойти пешком. Здесь мы оставили машину. Оставили мы машину на затворках Барселонского порта. Вот я вам поближе показываю это здание. А это дорога, которая к нему ведет. Это та часть порта, которая является наиболее, скажем так, неухоженной. Этой железной дорогой, что мы сейчас прошли, пользуется очень нечасто, скажем так. Как будто карьер какой-то. И этот слон, когда-то имевший вполне себе нормальную дорогу автомобильную, асфальтовую, сейчас выглядит вот таким образом заброшенным. Но дело в том, что идем мы к барселонскому маяку. И нас встречают те, кто здесь живет, а это чайки. И вот в этих склонах они гнездятся и летают над нами с тревожными такими криками. Наверное, с целью отогнать незваных пришельцев. Никаких агрессивных действий они не предпринимали. Некоторые сообщают о том, что вот такие морские чайки нападают на людей. Но ничего такого не было. Они просто летали, просто издавали свои крики, сигнализирующие другим сородичам о том, что здесь кто-то идет. И ничего больше. Ну, видите, дорога, ведущая наверх. Она перекрыта сейчас. Вот сидит чайка, наблюдает. И именно вот на таких скальных выступах чайки, в принципе, и гнездятся. Ну, сейчас начало марта, 8 марта. И, кстати, с праздником уже с прошедшим. Всех, кто смотрит это видео, особенно дам, естественно. Вот. И тут и там встречаются на этих склонах чайки, наблюдающие за нами. И, очевидно, готовящие место для будущего гнезда. Как известно, чайки не делают гнездо в классическом понимании этого слова. Ну, тем не менее, они каким-то хотя бы минимальным пушком выстилают. Для Барселоны же много газа назад. Они собираются отложить яйца и вырастить пистенцов. Ну, вот таким образом. Видите панораму порта барселонского. А, чайки. Там внизу как раз территория очень даже ухоженная. И вот сейчас мы уже подходим к барселонскому маяку. Мне не удалось найти сведений, как давно он здесь стоит. Но, очевидно, давно. Потому что необходимость в маяке была всегда. В Барселоне всегда был порт. Был порт и грузовой, и военный. Поэтому нужда в маяке ощущалась всегда. Сейчас вы его увидите. Он выглядит тоже несколько заброшенно. Но он функционирует. Вот этот большой фонарь крутится. И ночью можно видеть лучи, исходящие от него. Можно видеть свет, который как раз и выполняет функцию, необходимую для того, чтобы корабли ориентировались. Конечно, в современных кораблях электронная компьютерная навигация. Но все-таки маяк еще работает. Видите, вот лифт, ведущий наверх к самому маяку. Есть тут здание, оно довольно оборудованное, хотя выглядит заброшенным. Но это воскресенье. В воскресенье персонала здесь не было. Хотя, если вы посмотрите на карту, то увидите, что маяк открыт круглосуточно. Да, он открыт, к нему можно подойти. Все, проход закрыт. Но смотровая площадка, которая там когда-то была, вот видите, там есть... А тут ходить-то можно? Довольно ветхая. Слушай, тут такое непрочное все. Скрипит, но мы не проходили туда. Дальше... Да, не, не надо, не пойдем. Вдруг провалимся нахер. Вдруг провалимся нахер. Проломленных досок. На сайте... Не, не, не хочу. Ванский маяк, вы можете увидеть, что там вроде... Так, в то время, когда... Ну, они туда вилана это было, значит, люди были. То, что они видят, видят то же, что видите вы сейчас, когда нас туда подошли. Ну, вот видите, там нарушили туалет с таким огромным окном. Ну, очевидно, оно закрывалось или закрывается тогда, когда заходит пользователь туда. Здесь там довольно прилично внутри обстановка, такая, ну, казенного учреждения, конечно. Вот лестница ведущая наверх, помимо лифта, это естественно. И, очевидно, в давние времена наверху находится Барселомская крепость, та самая, про которую я тоже рассказывала. И в давние времена, очевидно, туда ввел какой-то путь, возможно, подземный какой-то туннель. Вот опять чайки, которые сейчас нас провожают в Донецке. Говорят, они себе, наверное, эти пришельцы убрались. Там, кстати, видно было, что туда приходят изредка люди, но все-таки. Всем спасибо, пока, пока.